В этой федерации я ненавижу трёх людей. Первый это Антон Дерявин. Антон! Антонио! После того, когда я защищал тебя, прикрывал твою спину, всегда помогал тебе в трудных ситуациях, ты отблагодарил меня вот этим. Значит для тебя дружба и преданность это пустой звук. За что тебя любят фанаты? Вот за это? Но есть ещё один человек, которого я ненавижу сейчас очень сильно. Это генеральная стерва. Если вы, те, которые сидите там, по ту сторону экрана, хотя бы имеете капельку мозгов, и не совсем тупые, то вы должны понимать, что её решение просто не то, что непрофессиональное, а не просто безрассудный. Пожалуйста, пример. Чемпион Локомотив дерётся в матче против какого-то карлика в костюме Гомосека, а его жена тем временем в четырёхстороннем матче побеждает и выигрывает титул в тяжёлом матче, в длинном, в большом. Но генеральная стерва выходит и лишает её пояса. Естественно, она делает всё, чтобы насолить ей, потому что вот эти шуры-муры и любовные истории с Локомотивом, они уже настолько приелись и настолько достали. Только она думает, что никто не видит и не замечает ничего. Но, конечно же, самый главный лицемер, самый главный подонок это Локомотив. Этот человек вообще никогда не остановится ни перед чем и ни перед кем. Он переступит через свою жену. Он может наплевать на своих родителей. Самое главное для него это то, чтобы вы, тупые засранцы, те, которые сидите там по ту сторону экрана, целовали его в задницу. Для него это самое главное. Раз генеральный мэн, не мэн, генеральная стерва назначила этот матч со стульями, я скажу только одно. После матча Локомотив будет целовать мою задницу и просить о пощаде. Но пощады не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова